В Красногорске Шлемы и бронежилеты им пока не дают. Начали с того, что учат правильно держать автоматы в руках. Освоили, переходят к следующему этапу. Передвигаться с оружием и ложиться на землю, не теряя при этом из виду цель. Стоп! Фронтальная стоечка, слишком широко, уже. В соседнем классе в это время идут занятия по минно-взрывному делу. Многие слышали, а тут им показывают, как выглядит известный зелёный лепесток. Это вот мина, которая на самом деле была большое количество разбросана. Противопехотные мины такими обстреливают прифронтовые города и посёлки. Меньше, чем упаковка 200-граммового сока. Но это страшная вещь. А если наступил, что делать учат на занятиях оказания первой помощи. Артём в армии отслужил, но только здесь перенимает реальный опыт полевых медиков. Основной упор делают на том, как быстро остановить кровотечение. Я честно в армии не получал такого образования, как здесь. И действительно это помогает. Курсы довоенной подготовки в Красногорске организовал Илья Шадриков. Сам в прошлом участник боевых действий, ветеран специального подразделения «Альфа». Ему помогают друзья, тоже прошедшие горячие точки. Захотелось что-то дать родному городу, своей малой родине. Я люблю Красногорск, где я родился. То, что в принципе я умел. На первом занятии было 125 человек. Занятия бесплатные. Принимают одинаково с женщин и мужчин. Владимир пришёл не от скуки и не ради спортивного интереса. Понимает, в любой момент могут призвать родину защищать. Боевые офицеры. Это удивительно, когда люди с боевым опытом, простым, рассказывают. Я считаю, что это уникальная возможность простым людям, у которых нет ни военного опыта, ни даже тех, кто не служили в армии. Сегодня, я думаю, вы видите, что их очень много. Пока занятия проходят в классах. Но через месяц-два курсанты начнут выезжать на полигон. Стрелять, учиться ориентироваться на местности и копать окопы. У меня вот два спортсмена. Они вот сейчас готовятся добровольцами. Вот уже должен состояться приказ. Он должен идти. И он даже, пускай он присутствует только на третьем занятии, у него уже моральный дух чуть-чуть повыше. Администрация Красногорска не осталась. Стране выделила помещение. Но желающих записаться много не помешала бы новая экипировка. Организаторы курсов очень надеются, что город продолжит помогать. Дмитрий Блиников, Борис Сальников, Михаил Мерзоянц, Анастасия Ройф. Вести.